От традиционных видов спорта до современных Азербайджан интенсивно инвестирует в строительство спортивных сооружений, чтобы стимулировать интерес к спорту у подрастающего поколения. Национальный центр гимнастики. В Баку спорту уделяется огромное внимание. Вот почему я пришел на национальную гимнастическую арену, чтобы познакомиться с новым поколением азербайджанских спортсменов. Гимнастический тренировочный центр поражает своими размерами. Я не думаю, что когда-либо бывал в здании таких размеров. Эндрю встречается с художественной гимнасткой, участницей Олимпийских игр и серебряным призером первых европейских игр Мариной Дурунды. Она пообещала научить его некоторым движениям. Давайте что-нибудь посложнее. Это слишком просто. Я смотрел художественную гимнастику на Олимпийских играх, но не слишком обращал на нее внимание. Но стоит попробовать самому и понимаешь, сколько физической дисциплины требует этот вид спорта. Думаю, большинство людей сочли бы его невероятно сложно. А вы всегда знаете, куда полетит мяч? Вы должны знать. Это более профессионально. Я хочу быть профессионалом. Хорошо. Художественная гимнастика – тяжелый, очень тяжелый вид спорта. Нужно уметь держать равновесие, иметь сильные лодыжки и запястья. Среди всех видов спорта именно в художественной гимнастике нужна максимальная концентрация внимания. Вы должны чувствовать, куда он летит. Вот уже лучше. Вправо и затем влево. Сколько лет вам было, когда вы этому научились? Четыре. Ничего себе! Не думаю, что когда-нибудь видел более сосредоточенных людей, чем тренирующиеся художественные гимнастки. У меня такое чувство, что гимнастический тренировочный центр – почти научная лаборатория, где изучают взаимодействие физики и человеческого тела. Азербайджан, завоевавший более 40 олимпийских наград, относится к спорту весьма серьезно. Когда состязания проходят здесь, в Баку, я ощущаю огромный груз ответственности, потому что собирается полный зал, и все скандируют твое имя. Это очень приятно, но нервозно. Очень нервозно. Здесь также тренируются маленькие девочки, и я чувствую, что они хотят чему-то у меня научиться и слушают, что я им говорю. И это моя мечта – быть для кого-то кумиром, ведь у меня самой есть кумиры в спорте. Я думаю, что мог бы стать прекрасным художественным гимнастом. У меня нет никакого чувства ритма, но Марина сказала, что если лет 20 потренироваться, то, возможно, я смогу поймать мяч. Я совсем выбился из сил. Это тяжелый труд. Сколько вы занимаетесь? По 4 часа каждое утро? 4 часа утром и 4 часа вечером. Так когда же у нас будет перерыв? Я думаю, для первого раза достаточно.